Итак, руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов задержан по обвинению в получении крупной взятки. Более того, следователи считают, что чиновник действовал в составе преступной группировки, которая похитила из бюджета края почти 200 миллионов рублей. Репортаж Павла Мельника. К залу суда руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов приходит без наручников на запястьях. Видимо, такое доверие со стороны конвоиров, дань уважения заслугам отставного офицера. Но главного это уже не изменит. Чиновника обвиняют в многомиллионных хищениях. У руководителя администрации главы Хакасии в кабинете изъято более 25 миллионов рублей и авторучка стоимостью около 300 тысяч рублей. По версии следствия, вместе с Бызовым бюджет обкрадывала настоящая группировка из чиновников и бизнесменов. Воровали деньги, которые государство выделяло на медикаменты и оборудование для больниц. Все договоры заключались с подконтрольными компаниями и покупали самые дешевые товары по астрономическим ценам. Разницу почти 200 миллионов рублей отправляли себе в карманы. Причем основными участниками аферы называют тех госслужащих, главной задачей которых была борьба с коррупцией, руководителей межведомственного центра организации закупок. Это Светлана Казаченко. Она возглавляла отдел закупки лекарственных средств. Лично контролировала госзаказы фармацевтическим компаниям. Вслед за ней под арест отправили и ее заместителя Ингу Милузову. Не избежал этой судьбы и директор центра Игорь Орокин. Кроме чиновников в громком уголовном деле еще четверо фигурантов. Это руководители фармацевтических компаний. По месту жительства и в рабочих кабинетах обвиняемых проведены обыски, в ходе которых изъято пять дорогостоящих автомобилей, ювелирные изделия и банковские карты. В администрации главы Хакасии Безов неизменно брал верхнюю планку в декларации доходов. В 2015-м 3 млн 201 тыс. рублей. Это почти 270 тыс. рублей ежемесячно. За год до того еще больше 4 млн 445 тыс. Но чиновнику, видимо, этого оказалось мало. Не справился с искушением, точнее с двумя. По версии следователей, на счету Безова еще и взятка в особо крупном размере. 17 млн рублей за помощь в заключении госконтракта. Неудивительно, что суд решил оставить Безова под стражей. Новый год он встретит в следственном изоляторе. Павел Мельник, Андрей Караманов. Вести. Дежурная часть. До свидания.